Все-таки хорошо, что у нас нет войны и боевые сражения можно наблюдать исключительно в виде учений или реконструкции в честь значимых для страны дат. Ну что ж, бесспорно, и вот одна из таких традиционных реконструкций прошла на линии Сталина и посвящена была Дню артиллериста. Профессиональный праздник как раз сегодня. Было и масштабно, и зрелищно. Артиллеристов называют боги войны. И как показывают события второй половины 20-го, начала 21-го века, отнюдь не зря. А вот новейшую разработку военно-промышленного комплекса, систему залпового огня «Полонез» не так часто можно увидеть в новостных лентах и уж тем более воочию. Стоит отметить, что белорусское РСЗО состоит на вооружении лишь одной бригады, 336-й, которая находится в Осиповичах. В этом году военная часть отметила свой 45-й день рождения и накануне профессионального праздника в бригаде, где базируются легендарные «Полонезы», побывал наш корреспондент Александр Камович. Кстати, Александр и сам прошел службу в артиллерийских войсках. Саша, добрый вечер. Расскажи, отличается ли телевизионная картинка от того, что ты там увидел? Вечер, добрый коллеги. Хочу, конечно, сразу сказать, что служил я не на «Полонезе», а на такой системе, как 2С3 под кодовым именем «Акация». Чтобы объяснить простыми словами, как я это говорил своим родителям, это такой 25-тонный танк, который стреляет на 15 километров. Ну вот это такая приблизительная характеристика. Да. А почему у такого грозного оружия название «Цветка»? Ну, на самом деле, у целой линейки самоходных артиллерийских установок есть название цветов. «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан», «Пион». На самом деле, есть несколько теорий. По одной из версий, это, скажем так, шутка разработчиков, по которой они хотели запутать врага. По другой версии, в момент выстрела пламя, вырывающееся из дула, оно напоминает очертание «Цветка». Ну что ж, если шутка, то весьма неплохая. Скажи, Саша, если сравнить вот те машины, на которых ты служил, и «Полонеза», о которых ты рассказывал в сюжете, если коротко, основные отличия? Да, конечно, техника не самая новая, та же 2С3. Например, у меня на ручке поворота башни было выцарапано 1991 год, ДМБ, май. Это как раз дата моего рождения. Но, как мы поняли на своем опыте, как говорили нам командиры, машина надежная, только заменяя расходники. Что же касается РСЗО «Полонез», то это, ну, действительно, 21 век. Все автоматизировано. Ну, чтобы понять мощь белорусской РСЗО, достаточно просто один раз увидеть эту машину, что, наверное, сейчас и предлагаю сделать нашим телезрителям. На постсоветском пространстве 19 ноября празднуется как День ракетных войск и артиллерии. Эта дата отберет свое начало в 1942 году, с начала Сталинградского наступления. Тогда артиллерия мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила систему его обороны. Это позволило советским войскам начать контрнаступление, завершившееся окружением и разгромом немецкой группировки войск. Со времен войны образцы вооружения меняли свой облик и характеристики сотни раз. С развитием технологий свой характер поменяли и военные действия. И не секрет, что сейчас на первый план выходят именно образцы дальнего действия – авиация и, конечно, артиллерия. На защите белорусских рубежей сегодня уже знаменитая система залпового огня «Полонез». Впервые машины показали на Параде Победы в 2015-м. И если раньше детища военно-промышленного комплекса страны считалась гордостью разработчиков, то сегодня об уникальности отечественной РСЗО говорят и военные. Система залпового огня «Полонез» поступила на вооружение белорусской армии в 2016-м году. И за это время машина зарекомендовала себя на многих учениях. Сами военные называют ее скальпелем, ведь «Полонез» может вести до 8 целей одновременно на расстоянии до 200 километров. При этом погрешнее составляет не более метра. Стоит отметить, что на последних стрельбах «Полонез» доказал, что способен и на большее. Одним из первых, кто обуздал мощь «Полонеза» стал Николай Зиновьев, комбат 336-й реактивной бригады. Офицер отмечает, что экипаж «Полонеза» вполне серьезно можно назвать пользователями. Современное РСЗО, как и положено, оборудовано новейшей системой управления, что сводит все механические манипуляции при пусках и развертываниях до нескольких комбинаций на пульте управления. Ввиду того, что техника достаточно автоматизированная, то нормативы выполняются очень легко. То есть минимально задействован расчет. Можно сказать простыми словами, нажимаются только кнопки на компьютере. То есть машина разворачивается самостоятельно. База очень похожа на «Смерч». Ну и выглядит очень похоже. Мне, конечно, здесь лучше служить. На «Полонезе»? Да. Вместе с начинкой «Полонеза» на высоте себя проявляют и ходовые качества. Машина поставлена на уникальное отечественное шасси с автоматической коробкой передачи. Ключевая особенность – гидропневматическая подвеска, которая обеспечивает плавность хода, высокую проходимость и скорость движения, как по шоссе, так и по бездорожью. Мы преодолевали большие препятствия, в том числе на высокие горы заезжали. И машина сама по себе очень хорошая и проходимая очень даже. Все зависит от слаженности расчета. То есть если расчет обучен, то машина довольно-таки и не только в проходимости, и в быстроте тех же выносов катушек, пультов, всего вот этого довольно-таки быстро все делается и оперативно. Стоит отметить, что «Полонез» – это не отдельная машина, а целый комплекс. В расчет входит инженерная машина для доставки боеприпасов, так называемого пакета с восьми ракетами, а также автомобиль управления, который поддерживает связь и контроль над боевой единицей на расстоянии до 50 километров. Другими словами, батарея «Полонезов» – это своеобразная локальная сеть. Надо сказать, что с учетом современного программного обеспечения, модернизация машины производится буквально обновлением системы. Это позволяет улучшить тактико-технические характеристики машины в разы. В конце октября «Полонез» поразил цели на дальности в 300 километров. Это как раз модернизированный образец с новой ракетой повышенной дальности. Маршрут полета был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении. Ракеты поразили назначенные цели и подтвердили заявленные характеристики. Ракета попадает, скажем так, белки в глаз. На дальности, в прошлом году, на дальности 200 километров, точность попадания была с отклонением ракеты не более 1 метра. В этом году на дальности 300 километров не более 6 метров. Что позволяет с гордостью говорить о мощности одного и самого мощного вооружения в мире. Самое мощное оружие в самых надежных руках. И это не просто слова. В течение нескольких лет 336-я бригада в числе лучших артиллерийских частей. Кроме того, бригада принимает участие в различных тактических маневрах. В этом году бригада отлично проявила себя на учении «Запад-2017». По боевой подготовке, я считаю, мы достигли хороших успехов. В течение 4 последних лет наши дивизионы занимают первое место в вооруженных силах в состязании на лучший ракетный и реактивно-артистский дивизион. Каждый год мы выставляем на эти состязания новый дивизион. И все они занимают первое место. Наши командиры батарей в течение 5 лет занимают первое место на аналогичных состязаниях среди командиров стартовых и реактивно-артистских батарей. Об уникальности отечественной РСЗО говорят как наши военные, так и международные эксперты. Последние, к слову, ставят белорусскую машину в один ряд с самыми лучшими системами мира. А это значит, что «Полонез» как нельзя лучше описывает старый девиз артиллеристов «Туэтур Этерет» или «Защищает и устрашает». В главном эфире Александр Камович и Максим Кураш. Кстати, впервые в боевых действиях системы залпового огня были применены в 1941 году у нас под Оршей. Это батарея знаменитых «Катюш», которой командовал капитан Флеров. Спасибо.